В октябре 2008 года свел счеты с жизнью художник-постановщик Сибириада и десятка других советских фильмов Николай Двигубский. Находясь в своем замке в Нормандии, он дождался, когда супруга Франсуаза уедет из дома за покупками, а после и выстрелил себе в сердце. О том страшном дне вспомнила в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1» актриса Наталья Оренбасарова. Оренбасарова стала третьей женой Двигубского и родила в браке с ним дочь Екатерину, для которой потеря отца стала ударом. Какая-то драма в нем была. Вообще, конечно, это очень трагичные судьбы вот этих эмигрантов. В России он вращался в самой высокой элите, с самыми лучшими режиссерами работал, а потом попал в Нормандию, хоть и жил в замкино. В общем, был как бы никому не нужен, отвечает Оренбасарова на вопрос Бориса Корчевникова о причине самоубийства Двигубского. Николай Двигубский был сыном эмигрантов, покинувших Россию в начале 20 века. По словам Натальи Оренбасаровой, семья ее бывшего мужа роскошно жила в Париже, потому что мама его была художником-модельером, а папа – инженером. Они владели огромной квартирой и четырьмя автомобилями. Николай отучился во Французской академии художеств и в 20 лет вместе с родителями переехал в Россию. Как вспоминает актриса, после съемок Сибириады Двигубский получил хорошие деньги и захотел уехать в Америку. В 1980 году художник-постановщик вернулся в Париж. Говоря об уходе бывшего мужа из жизни, она вспоминает, что вся тяжесть случившегося легла на плечи ее дочери Екатерины и жены Двигубского Франсуаза. «Ужасно это? Я за Катю переживала, за Франсуазу переживала. Я потом с Франсуазой познакомилась. Она очень хорошая женщина и очень хороший человек. И вот такая трагедия упала на ее плечи», – рассказывает Оренбасарова. Еще больше интересных новостей в нашем инстаграм и телеграм канале Собака смотрим подчеркивание ру. Редактор субтитров А.Семкин